С математикой все просто. От любой суммы, которую вы тратите, мы возвращаем вам 30%. Сейчас вы начнете, наверное, думать, о, там какая-то схема, эти 30% там надо что-то пополнить. Да ничего не надо делать. Все элементарно просто. За последнее время новомодное явление кэшбэк появилось почти во всех сферах жизни человека. В продуктах питания, в банковской системе при получении кредитов или покупках в интернет-магазинах. За все возвращаются деньги. Но кэшбэка в сервисе сотовой связи не было еще никогда. Первооткрывателем стал проект «Бла-бла-фон» совместно с «Билайном». Его презентация прошла в Казани на диджитал-перформансе. Почему мы выбрали Казань? Потому что первоначально мы направили этот кэшбэк-сервис на экономию сотовой связи для студентов. Потому что мы возвращаем 30%. Для них это очень выгодно. Поэтому выбрали Казань, она третья в списке по количеству студентов в России. Важной особенностью проекта для абонентов стал не только возврат 30% от затрат, а сохранение личного номера при переходе от другого оператора сотовой связи. Проект вызвал резонанс очень быстро. Уже по окончанию мероприятия появились люди, пожелавшие перейти на новую сотовую связь. Я являюсь абонентом НТС. Но после сегодняшнего мероприятия, безусловно, я думаю, что подключусь к «Билайну». Кэшбэк в наше время, я думаю, это отличная возможность сэкономить и вернуть какую-то часть своих трат. В особенности для студентов, которые, не знаю, кто-то получает стипендию, кто-то нет. И все хотят сэкономить, все хотят откладывать деньги, у всех свои нужды и потребности. Поэтому это очень классный проект. По поводу кэшбэк-сервиса, до этого сама активно им пользовалась, но им пользовалась именно в интернете. То есть это онлайн-покупки, поскольку сама почти всегда покупаю все через интернет. Сейчас услышала, что есть возможность на связи экономить. Знала, что такие проекты пытаются запустить. И думаю, что да, это интересно, потому что всем понятно, что компании глобальные, такие как МТС, Мегафон, Билайн, они зарабатывают на нас, да, мы их клиенты. И здорово, что теперь какую-то часть их прибыли мы получаем, в общем, как-то обратно. Теперь у студентов в Казани появился новый способ экономии и даже заработка. Об этом можно подробнее узнать на сайте проекта blablafond.ru. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универтньюс.